Всем привет, с вами доктор Юля, и сегодня у нас в гостях, или я у него в гостях, или он у меня вообще непонятно, доктор Зайцев. Кстати, у нас фамилии одинаковые. Здравствуйте. Привет. Доктор Зайцев, у доктора Юлии доктор Зайцевой. Доктор Зайцев. Доктор Зайцев, ухо, горло, нос. Так будет понятней. Правильно? Нет. Доктор Зайцев, это врач от Арина Ларинголог. Это сложно? Это сложно. Это самая сложная вообще фраза медицинская, если мы говорим про специальности. Отос, это ухо, ларинкс, это гортань, аринос, ринос, это нос, отарина, ларинголог. Короче, вы все запутались. Все запутались. По-русски, пожалуйста. По-русски лор-врач или ларингоотеринолог, лор. Ларингоотеринолог, можно так сказать. Честно? Я думаю, что у всех зрителей сейчас появилось уйма вопросов, потому что такое ощущение, что у нас практически 99% связано с ухо, горло и носом. Особенно у детей всего возраста, у моих в том числе. Это правда. Об этом мы будем сегодня говорить. Ну, задавай ваш первый вопрос. Честно говоря, я бы вообще начала со своих вопросов. У меня двое деток, двое мальчишек, и я никогда не думала, что у них будут проблемы. Почему? Потому что у меня не было проблем в детстве. Понятно, что всякие сопли есть у всех. Но началось с того, что у меня маленький ребенок годовалого возраста в какой-то период времени начал задыхаться. Начинало все с кашля, а потом начал задыхаться. Мы не понимали, что делать. Вот хочется задать вопрос. Девочкам я-то уже понимаю, а вот многие не понимают, куда первое время обращаться. Вот в самый первый момент, когда кашель, например, не проходит. Антибиотики не помогают, да, потому что мы знаем, что каждый первый человек назначает антибиотики. Точнее, его не то, что назначает, назначают сами себе. И не важно, какого возраста ребенок. А мы знаем, что если мы постоянно будем пить антибиотики, годам так это к 30, мы с вами это уже знаем, да, не будет чувствительности к этим антибиотикам, и лечиться мы потом не сможем. Вот что тогда делать? По порядку. Вчера пациентка заплакала на приеме, которая купила антибиотики. Сейчас их вообще не купишь, как бы, как бы, да, все-таки рецепт нужен, но каким-то образом приобрела, пропила, ей не помогло, она пришла, ей сказала, что не надо так было делать, она прямо искренне заплакала, вот, а так действительно делать не надо. Мы говорим о, давай, пожалуйста, я тебе помогу. Мы говорим о таком состоянии, как аденоидит, аденоидная вегетация. Даже год? Да, конечно. Так чем ребенок моложе, тем функция аденоидных вегетаций выше. И потом по мере взросления будет инверсия, то есть обратное развитие. А что такое аденоид? Аденоид, да. Многие, я так понимаю, не знают, особенно у кого первый ребенок. Смотрите на меня, вот мы представляем полость носа, перегородка делит полость носа пополам, и если мы уходим в самый конец полости носа... Где-то вот там. Поднимаемся на один этаж выше, как бы под купол, да, чердак, да. Да, действительно, на этом уровне. Есть под куполом лимфоидная ткань, которая называется ткань аденоидная. Это ткань, которая несет в себе иммунитет и защиту. Небные миндалины, которые в простонародье называются гланды, они работают меньше в таком маленьком возрасте, а потом произойдет изменение. Миндалины небные возьмут на себя нагрузку, а аденоиды начнут уменьшаться. Так вот, когда маленький ребенок не дышит или плохо дышит, гнусавит и кашляет, у него слизь стекает по задней стенке глотки и раздражает кашлевой центр. Называется это постназальный затек. Вот я очень быстро и понятно рассказал. То есть абсолютно частая причина, львиная доля обращаемости к детскому лор-врачу с аденоидами, что и было, вероятно, в твоем случае. То есть лечение все равно антибиотик? Нет, нет. Не то, что не всегда. Скорее нет, чем да. То есть если уже идет нагноение, если уже стекает зеленое выделение по задней стенке глотки, тогда да. То есть присоединились бактерии? Да, совершенно верно. Или вирусная, все равно это как бы, допустим, вирусная этиология, но чтобы в бактериальную не уходила уже составляющая, тогда назначают. А как понять? Как понять? Значит, если у ребенка нос полностью закрыт, то аденоиды увеличены до третьей степени. Это плохая история. То есть, грубо говоря, выделений не будет? Нет, будут. Будут. То есть они не будут выходить наружу, они будут прямиком течь по задней стенке глотки. И начнется кашляет? Начнется кашляет, потому что кашлевой центр раздражен. Начнет закладывать уши. И ребенок, который постарше, он в вашем присутствии, например, там музыку телефона или компьютерную игру делает громче. Или берет пульт от телевизора и включает громче, что выглядит противоестественно. А уши будут болеть? Да, конечно. Будет ощущение, как будто в шлеме, как будто в скафандре находится ребенок. История такая, ну, как бы оглушенности. Вот. Следующий шаг. Аденоиды закрыты, уже полностью обтурированы. И происходит уже нагноение, и гнойный процесс разрывает барабанную перепонку, и гной вытекает наружу. То есть мы видим как раз вот эти выделения, зеленые, с запахом. Да, только когда начиналось все с проблемы в самих аденоидах, вот если микрофон смотрим, то как бы это увеличенная ткань лимфоидная. А воспаление уже от них ушло через слуховую трубу в среднее ухо. То есть проблема сместилась в другую анатомическую зону. Там уже в среднем ухе произошло нагноение. И хорошо, если этот гнойный прорыв произойдет наружу. То есть если мы говорим, что родитель почему-то не приводит ребенка к доктору. Ну, само лечение распространено, да, у нас? К сожалению. Чем хотим, тем и лечим. Дравками, муравками. Абсолютно. А если прорыв гноя произойдет в сторону головного мозга, то развивается такое состояние, как вторичный атогенный менингит. И были у меня пациентки, женщины, которые уже с ребенком приходят, трясутся. Я говорю, а что вы так дрожите? А я ребенка потеряла. Первого не в родах, не там что-то в самом, так сказать, каком-то таком начальном периоде неонатальном. Нет. А просто пропустила состояние аденоидов и гнойный средний атит. Абсолютно. Это очень страшно, поэтому если вдруг у вас кашель и сопли не проходят, вам обязательно нужно обратиться к лору-врачу, правильно? Абсолютно верно. Спасибо.